Слушай, тебе видно меня? Хорошо. Я тут не всё имею, что нужно. А Сергей Козлов хочет снова, батюшка приедет, чтобы также участвовать в собрании. А у нас же аппарат-то был Никитин, а его нет. Ты не мог бы принести свой и устроить эту связь опять, как в прошлый раз было? У меня такого аппарата нет, и такой связи нет. А у кого есть? У Витя Петеримова. Ты мог бы поговорить с ним, чтобы в воскресенье послезавтра принёс? Нет. Он на машине едет, ему это не трудно. Так, у тебя этот глушковский аппарат, ты его готовь, меня не будет, ты всё снимай. В воскресенье в 14-е тоже не будет. Он аппарат увёз в Корчино. Кто увёз? Глушков. А как он у него оказался? Он же у меня живёт, он увидел, о, говорит, мой аппарат. Но это ещё, ты сразу отдал его. Ну это же его, я ему говорю, как Арван, что дар Богу, он смеялся на такой. Вот ты же его уже, как говорится, пожертвовал. И он забрал, говорит, ну ему там дома надо что-то поснимать, он привезёт. Ну что привёз, летом-то вы все собрания, проповеди, златоуста, всё записываете. И где-то на что-то скачиваете. Людям это нужно, почему мы даже... Я тоже не знал, что он увезёт. У меня в субботу мероприятие тут будет. Ну а зачем тебе было ему показывать? Он уже не помнит, что у него есть. У тебя увидел, удивился, вы как-то интересно живёте. У меня он был, сколько аппарат, его лежало без дела. Но я находил момент, когда ему об этом сказать. И он каждый раз говорит, да нет, мне не надо, пусть он пока здесь будет. А вас как-то на один раз увидел, сразу отняли. Вот разница у нас какая. Вы не времени за ним смотрите. Ихлесиаз говорит, время, всему время. Собирать, разбрасывать, плакать, смеяться. А ты раз выставил его, зачем его ты выставил-то, непонятно. Зачем? Ну главное, что лишился. Теперь он, если у него увидит там кто-то ещё, его отнимут. Ты его знаешь. А мы на больше не можем рассчитывать. Значит, лето будет пустое. Ты ему позвони и скажи, никому не отдавай. Верни, пожалуйста, сюда. Попроси его. Он ему не нужен. И там он будет лежать. Как у нас востребован, он нигде не будет так нужен. Каждый день. Тем более тебе сейчас вот идти, и ничего и нету. Я даже у вас хотел попросить. Ну конечно, я дал бы как раз. Не дадите? Конечно нет. Да наш раз из рук можно выпускать. Мы такие дела каждый день я записываю. Утром и вечером записи идут. Я бы отдал. И занятия. И новые начитываем места. Тем более ребят нет. А я события дня-то каждый день записываю. Ты сам видишь, как это идёт. И какие приходят. Вот вчера только, кажется, два ролика пришлось снять. Я бы в субботу в час взял бы и на службу привёз. Мне он уже на час, на два. На час, на два не получится. У тебя гарантии никакой нет, что он не лопнет там. Собаки бегают, такое движение-то какое. Никак. Нельзя. Ты даже не нельзя это говорить, об этом просить. Одно другого не стоит. У нас непрерывно идёт. Вот ко мне заходят. Вот здесь по скайпу-то. А у меня тут городушка пристроена. Она не записывает записывающие устройства-то. Автозаписи-то нету и всё. А я его настрою заранее здесь, вот на этом уровне, около себя. Ну и всё-таки получается, ролик видно, слова хорошо слышны. У нас большая работа идёт. Мы на это не можем пойти. Так, тут ещё такое, значит, дело. У Никиты был модем. И он с этого модема выходил в интернет. Да. Там, в трапезную. У Вити Петеримова, скорее всего, такого модема нет. Я ему предлагал ещё тогда сделать, туда провести кабель. Какой кабель, когда у меня это от телефона только. Какой кабель? Кто поведёт? От вашего домика до трапезной, чтобы там был интернет. Нет, это нельзя. Тогда Сергей Козлов пусть... Нет, ты послушай. Раз один раз было, значит, можно и второй раз делать. У меня почему нельзя? Все, которые под водки были, у меня здесь всё время блокировка шла. И приехали, прислали такого мастера. Он залез сам на крышу, пожилой. Все провода обрезал, говорит, больше, чтобы этого не было. Я не имею права это делать. У меня, значит, здесь не будет работать. А ты видишь, каждый день сколько выставлять приходится роликов, отвечать на вопросы. Я неприкасаемый. Поговорите с Витей. Витя, мастер, ему такой нужен. Побей ему. Давай с двух сторон начнём его говорить. Витя добрый, он сделает. Так, а ноутбуку Надежды Васильевны есть? Она ещё не уехала, она даст ноутбук-то? Мы разговаривать не будем. Заберём. Только чтобы он не перестал работать. Ну, а чём? Он такой или не такой? Какой модем надо? Сделать всё. Моё место, квартира неприкасаемое. У нас сколько вызывали, раз за разом приезжают, смотрят, здесь всё снимают. Провода прощупают, ничего не могут узнать. И у меня-то не работает. Я утром не могу включить. И тогда прислали пожилого какого-то. Он здесь только откыл один раз. Говорит, это не здесь, в другом месте залез. А там у нас присоединено было. Присоединено. Он сразу всё обрезал и больше, чтобы этого не было. Я говорю, так оно не включалось. А это не имеет значения. Отросток, аппендикс. И с тех пор у меня не... Я включаю в любое время суток. Он отрезал-то у вас не интернетовский кабель-то, а телефонный. Ну, а телефон у меня-то от телефона он и идёт. У меня телефон не работает. У вас кабель идёт к телефону. От телефона идёт к компьютеру, к одному, к вашему, и ко второму, к Надежде Васильевскому. Ну, что, от модема идёт к ней, от модема? Ну, от модема ли. Только от модема. К ней от меня ещё не идёт. От модема идёт на ваш компьютер, и от модема идёт на компьютера Надежда Васильевна, и на Володин, по-моему, даже ещё. На три компьютера. Да. Я предлагаю сделать на четвёртый, на то он и модем. Там к нему хоть 20 компьютеров подключает. Не знаю. Вы, я вот что имею в виду. Не телефонный кабель. Всё, это разговор пока только. Мы можем сделать всего лишиться. Попробуйте как-то меня обойти. Нельзя. У меня целый центр здесь. Непрерывно идёт работа. Я стою ночью, включаю, закачиваю, снимаю замки. Это что-то не так. А я не знал. Знания-то наши ограничены. Это может сделать только Витя. Ты не забывай, у меня ещё сколько тянет здесь к нему подключено. Вот, Витя, видите какой. И я говорю, мне, я его утром там встретил, в воскресенье. Мне Игнать Тихонович позвонил утром. Сказал, что надо вот интернет сделать. Он говорит, он и мне звонил. А я трубку не взял. Я говорю, ну какой я буду ему после этого звонить, что ли? Ну почему он не взял, проще, я этого не знаю. Но я знаю, что он безотказный. В любое время приезжает. Ну он как в той этой. Сказал не сделаю, а сам сделал. Может быть, это у него. У меня вся аппаратура-то чужая, не моя. И я не имею права ей играть. Это надо, Игнать Тихонович, делать за три, за четыре дня до того, как. Никита когда уехал? Вы только сейчас вот. Ну. За один день-то это очень сложно сделать. Ну мне только что сообщил Сергей-то. Я и не знал, что будет разговор. Он говорит, я хочу теперь, чтобы с батюшкой поблагодарить и все. Потому что я только вчера закачал. Как шоу собрание. Как его принимали в общину Свято-Анфимовскую Сергея. И теперь он все это увидел. И теперь сам хочу выйти на батюшку на собрание. Мне только прислал. Он вчера. Присыл-то уже второй половине дня. Я иной раз звоню тебе, а тебе дома нету. Мне на домашний не звоните вообще. У меня домашний не работает телефон. Мне только на соц. Ну вот. Ну вот так надо думать. Я сейчас Вите позвоню. И позвоню охотнику одному. Ты проси, чтобы видно было. Что у вас так? У вас отнимают, а не то, что дают. Кого проси, чтобы видно было? Видно было, что ты проситель. Проситель, которому нельзя отказать. Вы просить-то не умеете. Вас учить надо. Вот и просите. Но ты попроси. Я не соображаю. Возьми на себя маленько что-то. А че соображать-то? Вите позвонили, он все знает. Ты Вите... И все. Он вам не откажет, мне откажет. Ну откажет я зайду. Так и делается всегда. Хорошо, сейчас я звоню, потом вам перезвоню. И этому, че сказать-то, охотнику-то. На кого его выйти? На Володю? Где он покажет-то барсуки где? Кто, Володя будет показывать? А с чего? Барсуков чего? Так, подожди. Вы просили барсуков перестрелять. Ну? Ну? На охотника меня выводи, я ему дам рекомендации, и путевку открою. На вас выводить или на Володю сразу? Вы же не поедете туда в Потеряевку-то. Ему надо будет с Володей... Да-да на батюшку выводи. На батюшку? Батюшка там хозяин. Володя работает, ему некогда. Он не видит, не знает. Батюшка все расскажет ему. Он скажет, а мне надо на ночь, надо где-то принять его. Ему сказать сразу, чтобы я просто не на лодочку брал. И мы ему устроим там, где лагерь был. Чтобы он выходил, когда надо, и все делал. Там рядом. Резиновые сапоги взял. Такое одеяло, матрас мы дадим ему. Питание постараемся дать, какое сами едим. Да там человек не бедный. Ну, пускай на машине едет и все берет с собой. В машине будет спать. На машине он к Рыжковскому подъедет. А смотрит все. Ничего нету. Второй пруд. Пруд за прудом. Все, ты посмотри. Ты видел, как вода хлещет с половины пруда? Батюшка-то поедет в воскресенье, да? Домой-то, наверное. Наверное, так обычно ездит. Может, он бы с охотником уехал. Ну, ты в один скорее, чтобы он пришел, охотник-то. Поехал сюда, здесь батюшку сгребет и домой. Ну, так и попробуем. Так ты сейчас выходи на меня его выведи еще сначала. На батюшку и на меня. Я ему подробно расскажу. Сколько там их штук-то? Бобров-то? Да. Еще себе. Кто же считал-то их? Ну, примерно там. Пять, десять, три, один. Да не один, только не один. Только на одном пруду они наделали больше десяти нор. Не один же это делает. На одном пруду. А этих прудов, которых они делают, что пять прудов. Бобров много. Вот Володя снимает и прям видит, плывет бобер. Все. Смотрит подальше, барсук копается. И все заснято. Я вот сейчас можете даже это... Витя сейчас позвоню на громкую связь. И потом скажет, что я не так сделал-то. Я дома. Я ему скажу, чтобы на меня Витя вышел-то. Я сейчас при вас позвоню ему. А вы послушайте. Не говорите пока ничего. Да он же увидит, что я тут торчу. Я по телефону звоню, как он увидит-то. А, ну давай. Давай. Вы маленько берите на себя. Ты меня везде подставляйте. Все, тихо. Кто-то не берет. Ему надо перезвонить два-три раза. Первый раз он не берет, а второй, третий раз берет. Ну ладно, сейчас охотнику буду звонить. Ну все, отошел тогда. Потом, попозже позвоню. Ну не забудь никак. Откладывать некуда. Уже пять не закончаются. Вы наберите еще, чтобы он видел. Что мы его еще. Ну все, с Богом отошел. С Богом.